окаменелость это по сути следы оставленные древними животными и людьми они являются важнейшими ключами для исследователей которые используют их чтобы понять как развивалось все живое на планете до сих пор старейшие окаменелости относящиеся к человеку имеют возраст приблизительно 200 тысяч лет до нашей эры когда человек жил в пещерах и пробовал осваивать первое орудие труда но иногда люди находят весьма странной окаменелости которые могут в корне изменить наше представление о происхождении человека сначала давайте посмотрим на предмет который на первый взгляд кажется металлическим винтом его нашли в калужской области в мурованным в горную породу возраст который составляет около 300 миллионов лет группа людей изучающая паранормальное явление утверждает что это настоящий металлический винт длиной около двух с половиной сантиметров но палеонтологи изучив фотографии объекта больше склоняется к тому что это всего лишь окаменевший сегмент древнего морского существа называемого морской лилией хотя владельцы находки все равно настаивают на своем и не принимают никакие доказательства ученых в мире есть и еще более интересные находки 1968 году уильям мейстер занимаясь поисками трилобитов в штате юта расколол каменную плиту на две части и обнаружил нечто похожее на отпечаток сандалии человека отпечаток имеет длину 26 сантиметров вроде ничего необычного если бы не то что в этом месте породы относятся к среднему кембрийскому периоду и их возраст около 300 миллионов лет получается что в то время уже существовал человек но в это слабо верится хотя ученые подтвердили подлинность породы с этим отпечатком нельзя точно установить возникли он в ходе естественных процессов или действительно был оставлен человеком есть еще один интересный след оставленный в породе возраст который 290 миллионов лет он был найден в 1987 году в нью-мексико палеонтологом джерри макдональдом отпечаток полностью повторяет собой след ноги человека но как он образовался никто не знает еще в сша вблизи города под названием лондон в 1936 году была найдена головка и часть ручки молотка находившийся внутри известковой скальной породы возрастом 115 миллионов лет кусок деревянной ручки торчащий из молотка оказался полностью окаменелым химический анализ металла показал что он на 97 процентов состоит из чистого железа с добавлением хлора и серы этот артефакт до сих пор будоражит умы людей хотя ученые знакомые с геологическими процессами считают что камень окружавший молоток не такой старый по их версии пару веков назад кто-то бросил сломанный молоток затем волей случая древняя порода в ходе природных химических процессов растворилась молоток оказался в ее растворе а после застывания породы он оказался в камне одновременно ручка пропитавшиеся теми же солями окаменела еще одним артефактом является окаменевший палец найдены на острове аксель хейберг на севере канадского арктического архипелага его возраст около 100 миллионов лет а внутренняя структура напоминает настоящий человеческий палец но также этот палец очень сильно напоминает окаменевшие затворы из нор древних щелкающих креветок чем он скорее всего и является в горах калифорнии в 1961 году был найден камень разрезов который обнаружили предмет похожий на белый фарфор в центре фарфора располагался металлический стержень просветив камень рентгеном ученые обнаружили что фарфор окружен шестигранным корпусом а на одном конце предмета есть крошечная пружина на формирование таких камней обычно уходит до полумиллиона лет но как в него мог попасть предмет явно искусственного происхождения уже к сожалению нельзя установить так как его потеряли хотя здесь есть одно большое но по внешнему виду этот предмет очень похож на свечу зажигания 20-х годов прошлого века да и судя по фотографиям находился он скорее всего не в камне а в куске затвердевшей глины наша история знает еще огромное количество удивительных находок многие из которых выглядят весьма странно а происхождение их очень противоречиво хотя в большинстве случаев есть разумные объяснения любому явлению люди намного легче верят в самые фантастические версии друзья напишите в комментариях как вы относитесь к таким противоречивым находкам а если вам понравилось это видео то ставьте лайк и подписывайтесь на канал